Всем привет! С вами снова я, меня зовут Алексей Чижов. И сегодня вместе с магазином Траектория мы подготовили для вас очередной видеообзор, который знакомит нас с линейкой Burton сезона 16-17. Сегодня интересная и одна из самых главных для Burton тема. Сегодня она касается снаряжения для фрирайда, для глубокого целинного катания, для пухляка. В общем, всего того, чего на самом деле мы все так любим и ценим в сноубординге. У компании Burton есть отдельная линейка снаряжения, в частности сноубордов, которая посвящена фрирайду. Называется она Family Tree. В нее входит достаточно большое количество снаряжения. В основном это, конечно, доски. И надо сказать, что порядка 30% от всей линейки сноубордов Burton посвящено именно фрирайдной теме, теме катания, как уже говорил, в глубоком снегу. Но сегодня для обзора мы выбрали для вас, наверное, самые интересные, самые основные модели. Со всей остальной линейкой вы можете ознакомиться на сайте Burton, также в магазине Траектория. Ребята вам с удовольствием подскажут и расскажут все тонкости, нюансы, отличия. И, собственно, чем одна доска, например, отличается от другой. Для нашего обзора мы выбрали следующие сноуборды. Во-первых, первая модель, которую мы сегодня рассмотрим, называется она Burton Family Tree Brunch Manager. Это новая линейка в доске, но чтобы немножко, скажем так, чуть больше рассказать про фрирайдную составляющую, скажу только, что у Burton в производстве есть три шейпа, скажем так, досок для фрирайда. Называются они Directional Camber, Directional Flat Top и Directional Flying View. Собственно, все шейпы заточены специально под фрирайд, под катание в глубоком снегу, с различными вариантами. Потому что фрирайд включает в себя достаточно много вариантов катания. То есть это может быть и глубокий пух в лесу, это могут быть большие горы с где-то ледянистыми участками и так далее. Поэтому, собственно, и шейпы разные, и доски абсолютно разные между собой. В доске Brunch Manager используется шейп, который называется Directional Camber. Что он означает? Ну, на самом деле, чтобы проще было объяснить и чтобы было понятнее, скажем так, передняя одна треть доски, которая начинается от закладных под передней ногой, выполнена в форме рокер. И, собственно, с задней две трети доски выполнены в форме кембер. В чем преимущество такой формы? Если вы представите, что вы ставите на сноуборд крепления, да, соответственно, переднюю и заднюю ногу, встаете на них всем, скажем так, всем весом, да, то за счет кемберного центрального участка у вас носочек поднимается еще чуть-чуть выше за счет, собственно, геометрии формы доски. Такая форма позволяет сноуборду очень круто всплывать в глубоком снегу. То есть при любом катании носок практически всегда остается наверху. Очень трудно в такой доске зарыться в снег, вы всегда всплываете и получаете от катания большое удовольствие. А также технология, которая, ну, это не совсем технология, это особенность геометрии, так называемый tapered shape или кленовидная форма доски, при которой носок шире, чем пятка. В данном случае в доске Branch Manager носок шире, чем пятка на 8 мм. То есть за счет такого, скажем так, более широкого носа доска, опять же, лучше всплывает в целине. По технологиям я бы еще отметил здесь технологию 45 градусов Carbon Highlights. Технологию очень хорошо видно на доске. На самом деле, если вы присмотритесь и посмотрите через крышку, увидите такой решетчатый рисунок, который лежит на сердечнике, собственно, просвечивается через топ доски. И эти решетки ничто иное, как карбоновые направляющие, которые расположены по всей плоскости доски под углом 45 градусов косевой линии. Такая конструкция придает доске очень хорошую торсионную жесткость. То есть на скручивании она работает очень хорошо. И, соответственно, будет вас держать не только в глубоком мягком снегу, но и если вы где-то попадаете на ледяные участки, более жесткие и так далее. То есть доска из-под вас не выскочит и будет очень хорошо управляться и контролироваться на любой скорости. Первая модель, которую мы рассмотрели, бранч-менеджер из линейки Family 3. Вторую доску, которую мы рассмотрим, называется она Fish. Ну, на самом деле, это легендарная модель вообще не только для бёрд, но и вообще в целом для сноуборда. По сути, название модели Fish, да, рыба по-английски, стало практически именем нарицательным. Недавно на сайте Transworld Snowboarding была очень интересная статья про различные слова, которые сноубордисты и обычные люди воспринимают по-разному. Ну, например, там, кикер, да, для сноубордиста это значит трамплин, для обычного человека это настольный футбол. И, в частности, одно из таких слов, которое по-разному воспринимается обычными людьми и сноубордистами, было как раз Fish. То есть для обычного человека это просто рыба, для любого сноубордиста это доска Бёртон, которая стала, повторюсь, именем нарицательным, и подразумевает собой доску для фрирайдного катания. Что, собственно, в этой доске интересного? Ну, во-первых, что сразу бросается в глаза, это ласточкин хвост. Естественно, супер асимметричная форма, закладные сильно смещены назад, за счет этого доска очень хорошо всплывает в глубоком снегу, и за счет короткого хвоста очень быстро набирает скорость. То есть практически в любом пухляке, каким бы он глубоким ни был, за счет короткого хвоста вы очень быстро разгоняетесь. По шейпу доски она выполнена в форме directional flat top, то есть первая одна треть доски с рокерным уклоном наверх, и задние две трети с плоской частью. Соответственно, доска помимо того, что хорошо всплывает, еще и хорошо контролируется на больших скоростях и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, главное, наверное, отличие этой доски от других досок в линейке, это, опять же, tapered shape, то есть клиновидная форма, но в данном случае носок доски шире, чем пятка, на целых 30 миллиметров. На самом деле, очень большой и приличный зазор, и доска очень хорошо всплывает, то есть закопаться носком в глубоком снегу практически невозможно. Ну, собственно, это ее делает такой незаменимой в любом фрирайдическом катании, поэтому она и заслужила, собственно, свою славу. Если говорить про следующее снаряжение серии фрирайда, рассмотрим давайте крепление. У нас отобрано две модели. Во фрирайде, как правило, используются наиболее высокие, наиболее жесткие модели в линейке. Сегодня мы рассмотрим крепление Burton X-Base и крепление Burton Genesis. Ну, давайте начнем, наверное, с верхней модели, с модели X-Base. Самое главное, что отличает ее от всех остальных, это, безусловно, ее вес. Модель действительно очень легкая, практически ничего не весит. Собственно, это достаточно важно в фрирайде, потому что вам придется, вероятно, придется за доской много ходить, как бы много путешествовать, скажем так, да, и лишний вес носить с собой никому не хочется. Такой вес минимальный достигается за счет используемых материалов. База креплений сделана из карбон-нейлонового композита, хайбэк же полностью карбоновый. Собственно, самый легкий материал, который можно использовать для производства креплений, за счет этого крепления практически невесомы. Карбоновый хайбэк, на самом деле, очень жесткий, то есть очень трудно скрутить, в принципе, поэтому он очень хорошо и качественно реагирует на любые нагрузки вот ваших нот, через ваши ботинки, очень быстро передает их на сноуборд. То есть качество управления сноубордом становится очень точным, скажем так, и высоким. По остальным технологиям, которые здесь представлены, это, безусловно, бакли и трещотки Double Take, о которых мы рассказывали в предыдущих выпусках. Ну и, собственно, естественно, хэмэк-стрэп. Очень легкий, асимметричный, который хорошо садится по ботинку, нигде не передавливает и в то же время очень хорошо ногу вашу контролирует. Вторая модель, которую мы рассмотрим, называется она Genesis. В этом году также появилась схожая модель, которая называется Genesis X. Она сделана чуть более жесткой, также в материалы, помимо нейлона и стекловолокна, добавили и еще карбоновую составляющую. То есть она чуть более легкая, чуть более жесткая, соответственно, более высокий уровень относительно обычного Genesis. По технологиям из тех вещей, которые еще мы вам не рассказывали, я бы отметил хэйбэк. Он выполнен с технологией, которая называется Kickback Hammock. Это, скажем так, следующая интерация технологии Hill Hammock, усовершенствованная, скажем так, более сложной, более спланированной, структурированной конструкцией. Также на внутренней стороне есть резиночка, которая фиксирует ваш ботинок внутри крепления и не дает ботинку, собственно, от хэйбэка люфтить. И за счет своей конструкции хэйбэк очень хорошо ложится вокруг ботинка, ботинок облегается, и также нагрузка очень быстро передается от ботинка, от ног, соответственно, на крепление и на сноуборд. Естественно, бакли и трещотки Double Take, естественно, Hammock Strap, достаточно жесткий и асимметрично облегающий ногу, ну и Flex Slider, про который мы уже достаточно много поговорили, но в любом случае технология его позволяет не только надежно фиксировать ноги в креплениях, но и достаточно комфортно, собственно, в креплениях оказываться, и не бояться за то, что вы как-то повредите снаряжение, скажем, в холодную погоду и так далее. Ну, еще раз, наверное, отмечу и повторюсь, что в креплениях Burton используют два основных формата. Это крепление формата EST, как в сегодняшнем нашем обзоре. Также есть и то, и другое крепление, есть в формате Reflex, соответственно, в комплекте с обычными дисками, которые вы можете поставить не только на бертоновские доски, но и на доски любых других производителей. Перейдем к ботинкам. Ну, собственно, ботинки исторически также во фрирайде используют достаточно жесткие. Связано это с тем, что, ну, во-первых, нагрузки достаточно большие на ноги во время катания во фрирайде, так как трудно угадать, какое будет покрытие под ногами, будет это глубокий снег, возможно, где-то на нас, возможно, где-то лед и так далее. Ну и плюс, как уже говорил, в ботинках придется достаточно много карабкаться, ходить, выходить на спот с интересным снегом, с интересной экспозицией и так далее. То есть ботинки должны, помимо того, чтобы быть комфортными, теплыми, они еще должны очень хорошо ногу держать и позволять в них, собственно, долго ходить. Сегодня две модели мы рассмотрим также. Первый ботинок называется Burton Neon. Ну, стоит сказать, что это один из самых топовых, самых верхних вообще сноубордических ботинок в линейке. В нем используется, ну, из основных технологий, да, про которые хочется сказать. Если смотрим на внешний ботинок, это, в первую очередь, подошва EST, низкопрофильная, которая позволяет центру тяжести вашего тела, да, вашей ноги быть ближе к сноуборду за счет, скажем так, низкого профиля, да, что позволяет вам гораздо лучше чувствовать сноуборд, гораздо лучше им управлять и делает ваше катание более естественным. Также, ну, естественно, бросается сразу в глаза эта шнуровка и спидзон, которая считается Burton самый надежный, самый функциональный и самый правильный с точки зрения фиксации вашей ноги в ботинке. Ну и отдельного внимания, конечно, заслуживает внутренний ботинок этой модели. Называется он Life Liner. Собственно, тоже этот внутренник, это новинка этого года. Вот, собственно, так он выглядит сам по себе. Вообще, что примечательно, внутренник выполнен не из текстильных материалов, а выполнен из пенополиуретана. Если вы подержите его в руке, собственно, убедитесь в этом, что это действительно так, изменился по отношению к прошлогодней модели, в нем добавили достаточно большое количество вентиляционных отверстий. То есть, если в предыдущем внутреннике, который назывался Infinitrite, отверстий было достаточно мало, то нога в нем, действительно, если вы катались в теплое время года, например, весенние лагеря или летние лагеря, в нем был достаточно жарковат. Главное преимущество внутренников из пенополиуретана заключается в том, что такие внутренники значительно более долговечны относительно любых текстильных вариантов, аналогов и так далее и тому подобное. За счет самого качества материала такой внутренник значительно дольше изнашивается, значительно дольше вам прослужит, и из-за того, что ботинок разносился, размяк, вам не придется, собственно, менять его на новый. Что еще хочется отметить в ботинках ООН? Ну, безусловно, это технология Sleeping Back, которая защищает ваши ноги от холода во время катания. Также в этом ботинке в ООНе представлена еще полиуретановая амортизация. Если вы вытащите внутренний, как это сделали мы, засунете внутрь внешнего ботинка рук, вы можете нащупать такую дополнительную, скажем так, стельку, прослойку из полиуретана, которая очень хорошо гасит плоские приземления, гасит незначительные вибрации во время катания, более жесткого покрытия. То есть в таком ботинке будет очень комфортно кататься в любых условиях. Ну и отдельного внимания заслуживает, на самом деле, стелька во внутреннем ботинке. Я бы хотел ее тоже вам показать. Самое главное здесь, что на такой стельке есть внутренняя поддержка стопы. То есть она начинается с внутренней стороны и, собственно, обволакивает, скажем так, всю пятку. На самом деле материал достаточно жесткий у этой поддержки. Ну, как сказал, собственно, главное преимущество в том, что ваша пятка очень надежно фиксируется в ботинке и не заваливается в стороны во время катания, при ходьбе и так далее и тому подобное. Селька – достаточно важный аспект любого сноубордического ботинка. Ну и, безусловно, отдельного внимания также заслуживает подошва внутренника, которая сделана из пены EVA. Это также дополнительная амортизация, дополнительная защита от холода ваших ног и, соответственно, дополнительная, скажем так, износостойкость и надежность для внутренника и для ботинка целиком. И следующая модель, которую мы рассмотрим, ну, по сути, тоже ботинок, ставший уже легендарным в коллекции. Называется он Driver X. Один из самых жестких ботинок в линейке. Что про него хочется сказать? Ну, во-первых, самое главное, что его отличает от большинства других – это подошва. В нем используется подошва Vibram. Это один из самых известных производителей обуви, точнее, не обуви, а подошв для обуви, для активного отдыха, активного спорта и так далее. Подошва Vibram достаточно жесткая, очень хорошо фиксирует ногу, очень хорошо ее поддерживает и очень хорошо ведет себя на любых скользких поверхностях. То есть, на самом деле, за счет материалов, за счет рисунка протектора, она очень хорошо держится на снегу, на льду и так далее. Ну, это важно, на самом деле, особенно с точки зрения фрирайда, да, потому что ходить придется много и важно, чтобы вы уверенно стояли на ногах во время таких походов. Я бы обратил внимание еще на полностью резиновый носок, который с этого года стали делать в ботинке Driver X, ну, на самом деле, как и в ботинках EON. Соответственно, опять же, добавляет долговечности ботинку, ботинок более износостойкий и дольше вам прослужит. Также применена подошва, ой, прошу прощения, применена шнуровка Speedzone, которая надежно и достаточно жестко фиксирует ногу внутри ботинка. И я бы еще отметил в этой модели, собственно, что придает ему жесткости. Это внутренняя манжета, которая также выполнена из термоформируемого пластика. Если вы заглянете внутрь ботинка, можете увидеть, что вот эта вот, собственно, голубая манжета внутренняя, она сделана из термоформованного пластика, который поддерживает вашу ногу во время катания. То есть она, на самом деле, распространяется на всю плоскость с внутренней стороны ботинка и с внешней стороны. То есть когда вы затягиваете внутреннюю шнуровку, ботинок очень хорошо фиксирует вашу ногу, лодыжку, голень и подъем. Соответственно, собственно, то, что придает ему этой жесткости, за которую этот ботинок так люди любят и ценят. Для сохранения тепла применяется технология Sleeping Bag. Собственно, внутри можете видеть такой металлический слой, который очень хорошо экранирует холод, который поступает от снега, и в то же время не дает теплу уходить через подошву на кружу. Внутренний, который применяется в данной модели, называется Imprint 3X. Это, собственно, внутренний, который применяется только в ботинках Driver X. Отличает его такая достаточно высокая и мощная внутренняя поддержка, которая расположена с внешней и с внутренней стороны ботинка, что также добавляет жесткости, не дает ботинку заваливаться влево-вправо и очень хорошо фиксирует ногу внутри него. Ну, естественно, как и все внутренники Burton, и в одной, и в второй модели внутренники термоформируемые, соответственно, сядут по вашей ноге после носки в 10-15 минут в теплом помещении. Ну, наверное, это все по фрирайд-линейке Burton этого года. Повторюсь, что моделей достаточно много, и со всеми вы можете познакомиться в магазине Тректория. Приходите, спрашивайте помощи ребят, они с удовольствием вам подскажут и расскажут все самое новое. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Предыдущие видео вот здесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok